Добрый день! В нашем городе есть такие места, куда хочется возвращаться вновь и вновь, и Харьковский художественный музей с его богатейшей коллекцией и славной историей – одно из таких мест. И сегодня, находясь в атмосфере уютного старинного особняка в центре Харькова, мы будем иметь счастливую возможность насладиться подлинным, настоящим искусством. И начинаем знакомство с коллекцией с первого зала, где представлены старинные иконы. Иконы создавались для вечности, и такие удивительные образцы иконописного творчества, которым по 500, 400, 300 лет, конечно, к ним применительно это понятие «вечность». Одной из жемчужин нашей коллекции является икона «Волынская Божья Мать». По стилистике она приближена к византийской иконописной традиции. Мы видим, какую нежность к своему ребенку излучает Богородица. Как трепетно левой рукой она обнимает богомладенца, а правой указует на него. Друзья, мы находимся в особенном зале музейной коллекции, потому что это зал, где очень бережно, с большой любовью, хранятся работы нашего знаменитого земляка, художника Ильи Тимовича Репина. Ведь до 16 лет жизни художник прожил в Чугуеве, а этот город находится совсем недалеко от Харькова. В любой коллекции музейной есть особенная картина – настоящая жемчужина коллекции. И такой жемчужиной, настоящим перлом является картина художника Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Друзья, мы находимся в зале рубежа столетий, конец 19-го, начало 20-го столетия. Я представляю вам картину киевского художника Александра Мурашко «Парижское кафе». Это фундаментальное, большеформатное полотно художник писал в Париже. Приехав из Киева в столицу моды и духов Париж, он, конечно, восхитился и убранством улиц, и новомодными парижскими кафе, освещенными газовыми фонарями, и, конечно же, нарядными парижанками. КОНЕЦ КОНЕЦ